Смотрите, для того, чтобы человек был более устойчив к жизни, а это еще что значит? Мы часто очень по многу переживаем, нам не хочется что-то делать, мы переживаем, не можем спать, появляется тревожность, депрессия, нервные состояния, не знаем, как успокоиться. Сейчас это очень актуально. Что необходимо делать? Обычно мы раскачиваем себя в две стороны. Первая сторона это опускание рук, то есть нам ничего не хочется делать, у нас появляется апатия, мы ничего не желаем, пропадает аппетит и у человека он находит себе в этом объяснение, как же сейчас работать, тут родина в опасности, страна в войне, меня не любят, я никому не нужна, я уже там и начинается взрослая некрасивая и загоняем себя в тупик, появляется депрессия. Это на самом деле все обман, на самом деле вы нужны хоть кому-то, себе нужны и делать что-то можно, и работу найти можно, и работать можно, и быть полезным кому-то можно, некому быть полезным можно кошку завести, и собачку, и улитку и после этого жить так, чтобы эти даже животные получали удовольствие и радость от того, что кто-то есть такая большая мама и папа, которые за ними смотрят. Дело в том, что когда мы обманываем себя, то этот обман происходит у нас следующим образом, мы говорим себе, я не нужная, меня никто не любит и так далее, это все полная ерунда, вас любит Бог, вы нужны Богу, вы нужны окружающему миру, вы нужны своим взглядом тому человеку или той соседке, которая с вами едет в метро. Возможно, вы когда-то ехали в метро, улыбнулись человеку, этот человек почувствовал себя счастливым и в дальнейшем будет счастливым и всегда будет вас вспоминать. Вот такое красивое лицо мне улыбнулось, значит, я буду жить, значит, жизнь не потеряна, значит, я буду двигаться вперед. Второй вариант – это когда человек, наоборот, начинает загонять себя в сторону собаки. Я не считаю собак плохими животными. Что я имею в виду? Человек начинает вдруг в какой-то момент думать, что весь мир – это бесконечный элемент выживания, и ему необходимо либо нападать, либо защищаться. Он теряет свою идентификацию для себя, то есть он не может жить так, чтобы сказать себе, я просто живу, мне просто хорошо. Эти люди ничего от меня не требуют. И такие люди, допустим, в семье, они вдруг начинают жить, как будто начинается война в их семье. То есть если жена говорит «ты милый», он, допустим, начинает говорить «сама ты милая, вечно меня как-то оскорбляешь». Она же сказала просто «ты милый», а он начинает себя загонять и говорит «вот, она сказала, милый, значит, денег хочет». И начинается вот это, и потом бросается на детей, нервничает, сам себя загибает и так далее. Это некое раскачивание. В одном случае человек становится мега агрессивным, у него появляется раздражительность, потом появляется, возможно, состояние депрессии или состояние тревожности. И в первом и втором случае человек раскачивает себя. Ну и отсутствие. Бывает так, что человек может погрузиться, как бы спасая себя, погрузиться в мир иллюзий. И потом он делает так. На работу я попробую на работу устроиться. Кто-то ему позвонил. Вот, возможно, получится там найти что-то, чтобы что-то продать, а ты будешь в этом участвовать. И вот этот человек садится и начинает. Да, я смогу это сделать, я найду. А когда найду, у меня получится. А когда получится, я сделаю вот это. А можно было бы сделать вот так. А если бы мы делали вот так, то смогли бы это расширить. И тогда бы я смог расширить и детям бы дать, а дети мои. И это называется мир иллюзий. То есть человек улетает в мир иллюзий, начинает в этом иллюзорном мире путешествовать, теряется, строит воздушные замки, не может сосредоточиться на той жизни, в которой он находится или в которой он живет. И таким образом тоже теряет идентификацию себя. Ну и третий вариант, это человек, который винит себя во всем, вот я все очень плохо, я во всем виноват, виноваты родители, виновата страна, все очень плохо и так далее. И вот это все приводит к тому, что человек становится вот таким неустойчивым. Такие компоненты, они могут быть в большом количестве проявлены в каждом человеке. И как же от них избавиться, взяемый, самый простой способ, это вообще на энергетическом уровне, это все устроено так. При обладании левой стороны или при обладании правой, астральной или ментальной, при обладании вот таких качелей, вы, наверное, видели в свое время, в свое время видели йогинов, которые складывают руки. Так вот, существует мудра бодхи, человек складывает вот так руки и просто вот так вот сидит. В случае, если просто так сидеть, вот так, вот такая мудра обычная, когда человек прижимает к своей груди руки, прижимает локти и просто сидит, может человеку помочь успокоиться. Не сразу, не быстро, но если каждый день просто сидеть вот таким образом, одну-пять минут перед телевизором, поставив руки на стол, что с открытыми-закрытыми глазами, вы успокоитесь. Вот таких перекосов сильнейших, их не будет, вас это успокоит. Второе. В случае, если вам не хватает какого-то качества, ну вот вы очень агрессивный, вы нервный, кидаетесь на других людей, кричите. На самом деле, когда на вас кричат или кто-то кричит на вас, или вы кричите, что в этот момент хочет человек? Я знаю. Человек обычно кричит, потому что он хочет хорошего к себе отношения. Даже если он кричит, ты дура, хватит на меня орать. Нет, он говорит нет, он говорит, пожалейте меня, обнимите меня, скажите мне теплое слово, я хороший. А мы обычно делаем наоборот. Кричит человек, а мы думаем, вот какашка, что ты орешь? А на самом деле он орет для того, чтобы это крик его детской души. Он максимально хочет, чтобы в этот момент его жалел кто-нибудь, пожалел, обнял, сказал какое-то приятное слово. Но обычно мы это воспринимаем по-другому, и человек начинает кричать, мы начинаем кричать на него, и получается вот такой замкнутый круг. А с этим как можно справиться? Сделать душу более теплой. Возможно, если прижав руки, произносить на вдохе и на выдохе тайный слог, который делает наше ледяное сердце вновь теплым и растапливает вот эту льдинку, которую когда-то у вас обязательно кто-то засандалил в ваше сердце. Как в свое время снежная королева Каю, и которого никак не могла отогреть его сестра Герда. Только большой и теплой любовью своей она смогла ему отогреть его сердце. Ну, мы же не имеем зачастую таких Герд. Некому нам наши сердца отогревать. Ну, существует эзотерическая практика, когда человек может сложить руки, приложить их к своей груди, и делая вот такие несложные движения в левую и в правую сторону, произносить на вдохе и на выдохе слог «хья». Хья! Хья!